То есть есть две вещи. Первая — благочестивая судьба, вторая — неблагочестивая судьба, и третья — это события или судьба, которая выше судьбы. Есть вещи, которые выше судьбы стоят, и надо об этом знать, потому что часто предсказатели не акцентируют на этом свои предсказания. Это означает, что они ничего не предсказывают человеку ровным счётом, потому что правда жизни такова, что есть вещи, которые стоят выше судьбы. Другими словами, судьбу можно сжечь, её можно победить, можно уничтожить, и об этом надо знать. Если вы не верите, я вам прочитаю просто из Священного Писания. Тот, кто соединяет свой разум с Господом, то есть изучает, как правильно жить, уже в этой жизни способен избавиться от последствий хороших и дурных поступков, означает, от своего гороскопа или от своей судьбы. Поэтому проведи свою жизнь в изучении, как правильно жить, и это будет являться венцом всей деятельности, которую ты в этой жизни совершаешь. Слушайте дальше. Это речь Бога. Сам Господь даёт наставление. Соединяя свои поступки со служением Богу или с изучением, как правильно жить, великие мудрецы или те люди, верующие люди, по-другому сказать, верующие люди, исправляют все последствия своей деятельности в этом мире, все последствия своей судьбы исправляются и вырываются из круговорота судьбы. Они могут попасть вообще туда, где нет судьбы, в духовный мир. И таким образом они избавляются от всех страданий. Как же определить, что вот я достиг такого развития? И дальше следующее есть об этом тоже. В Священном Писании говорят, когда человек избавляется от всех желаний выгоды, начинает действовать с любовью для других, избавляется от всех желаний выгоды, которые являются порождением его собственной судьбы. Почему у него возникают эти желания выгоды? Потому что он с прошлой жизни уже как бы к этому был склонен. И очистив такой образом своё сознание, черпает своё удовлетворение в своих душевных качествах. О таком человеке говорят, что он пребывает в чистом сознании, которое находится выше событий этого мира. То есть такой человек выше судьбы. Ему в гороскопе говорят так-то, так-то, извините, я не эгоист. Я веду себя уже бескорыстно, я служу всем другим. Это значит, что гороскоп не может работать так, как он должен работать у всех остальных. Об этом говорится в Священном Писании. И дальше там много таких стихов, там говорится вплоть до того, что человек, который находится на этой ступени развития, он вообще не реагирует ни на что. Там описывается, что он не реагирует ни на счастье, ни на страдания, ни на бедствия. Он всегда остаётся спокойным и невозмутимым, не потому что он тупым становится, а потому что внутри у него столько счастья, что хватает на всё. Представляете, человек такой силой может обладать, что с ним происходит событие, его с работы выгнали, он говорит, спасибо вам большое, я пошёл. Не то, что ему плохо не стало от этого. Конечно, его выгнали с работы, у него денег нет, ему надо как-то дальше жить. Он говорит, спасибо, я пошёл, всё правильно, вы всё правильно сделали. Не теряет равновесие, не означает, что он тупой. Или жена говорит, я тебе изменила. Он говорит, это нехорошо. Мне придётся пожить чуть-чуть раздельно от тебя, я тебя всё равно буду любить, саботиться от тебя. Но ты неправильно поступила, это нехорошо. Я понимаю, что это, потому что я сам так, наверное, в прошлом жизни поступил, что так у тебя такое произошло в жизни. Ну, я думаю, что у нас всё будет хорошо. Ты, мне кажется, раскаешься в будущем. Представьте, человек не среагировал, ему больно не стало, он там волосы на себе не рвёт. Там, ааа, меня предали. Вот. Почему человек реагирует? Потому что попадает в круговорот судьбы. Именно поэтому и говорят, что действует судьба только через наши желания. Если я хочу личного счастья очень сильно, а моя жена мне это личное счастье не дала, тогда что происходит? Начинаются страдания, потому что у меня были какие-то желания по отношению к ней. Но если я хочу только служить ей, я не хочу ничего взамен, то что она может мне сделать плохого? Если она изменила, я могу только больше ей служить. Так? Видите, это уже мышление трансценденталисты. Вы никто не сказали так. Потому что это мышление не подчиняется логике человека. Когда человек обладает святыми качествами, то мы не можем его понять. Его логику понять невозможно. Она выше обычной логики стоит. Понимаете, человек просто счастлив дарить себя в этом мире и всё. Он живёт по-другому, другими законами. На него судьба уже не действует. Судьба действует только тогда, когда мы должны развиваться. То есть это просто нужно для нашего развития. Вот и всё, весь вывод. Такой вывод священных писаний, что судьба нужна для нашего развития. Больше нет необходимости никакой. Если ты уже развился, все эти события для тебя, они не имеют слишком большого значения. Но если ты не развит, то они будут тебя мучить больше всего в жизни. Если события тебя так сильно мучают, что ты не можешь ничего с собой сделать, это значит, что тебе не хватает развития просто. И всё. Потому что настоящие мудрецы ни о чём не скорбят. Это первый признак того, что они обладают истинным знанием. Не то, что они тупые, бесчувственные. Там близкий человек ушёл из жизни, и он... Да нормально всё. Нет. Он любит этого человека. Он думает о нём. Он живёт его жизнью. Но это не называется скорбью. Это другой вид отношений. Понимаете? Это называется верностью, чистотой, глубиной. Опустела без тебя земля. Понимаете? Это не скорбь. Скорбь означает... А-а-а! Ты оставил меня! Я не могу без тебя жить! Понимаете? Почему у меня так происходит всё в жизни? То есть бунт. Человек не бунтует. Он просто... Веды говорят, что страдания, соединённые с истинным эггом, с чистотой, это счастье. Когда человек любит другого человека, и он разлучён с ним, это вид счастья. Это не страдание. Когда чистое отношение между ними, он чисто с светлой памятью вспоминает об этом человеке. Он думает, мы с ним такую жизнь светлую прожили. Спасибо тебе, судьба, что у меня был такой человек рядом. Это счастье. Это не страдание. Страдание означает, что я не согласен. Понимаете, да? Об этом надо понять. Надо разобраться в этом вопросе. Итак, интересно знать, что благоприятные... Что события, которые выше судьбы, имеют два типа событий. Есть благоприятные события, которые означают, что человек служит гармонии этого мира, служит истине, служит природе. То есть, есть три типа служения истине. Первый тип – служение природе. То есть, заботиться о деревьях, о птицах, о реке, о сонах, обо всем, что вокруг. Заботиться о творении Бога. Второй тип – служение Богу. Это служение людям, заботиться о людях. И третий, самый высокий тип служения Богу – это служение Богу. То есть, ходить в храм, изучать священное писание, молитвы там и так далее. Это самое высшее проявление уже. Заботиться о Боге уже о самом. Это уже самое высшее. Итак, благоприятные события, которые выше судьбы. Услышали меня, да? Разобрались? Они смягчают судьбу. Что происходит с судьбой в этом случае? Удача. Точно так же, как вот смотрите, темнота же есть, да, в мире. Мы не можем сказать, что ее нет. Так? Но когда солнце восходит, от темноты остаются только тени. Тени. Есть такой фильм «Тени исчезают в полдень». Тени исчезают в полдень. Так вот, знаете, что тени – это тоже те же самые события, которые должны произойти в моей жизни. Но только от них одни тени остались. Вот если человек духовной практикой занимается, он должен заболеть раком. Ну, он заболевает раком. Все нормально. Но это просто тень. Почему? Потому что, первое, ему легко победить эту болезнь. Раз. Второе, он диагностирует на ранних стадиях. Потому что человек, который осветлен светом знания, один из признаков этого осветления – это осведомленность о том, что происходит внутри. Понимаете, когда человек в невежестве живет, он не знает, что в теле происходит. Он, знаете, вот косяк, вот такое понятие, косяк. Или синяк. Он не знает, что там внутри происходит. Ему все равно. Но если человек светом осветлен, он позорен, он чувствует что-то не то внутри. Пошел, обследовался рак. Вырезали – нет рака. Все, до свидания, рак. Судьба закончилась плохая. Почему? Потому что от нее осталась только тень. Последствия не будут такими разрушительными, как должны быть. Хотя факт остается фактом. Или муж ушел, допустим, к другой. Но если человек занимается духовной практикой, первое, он не воспримет это так сильно трагично, потому что у него уже есть духовная жизнь, у него счастья уже хватает. Второе, если это непреодолимая карма, то какой результат будет? Муж ушел к другой. Какой результат будет? Бог даст еще лучше. Потому что он что делает, этот человек? Он пытается вернуть, он молится, он заботится там и все прочее. Девушка заботится, молится, ждет. Она выполняет свой долг в этой ситуации. И что, какой результат? Она все обязанности сдала, все сделала как надо, получила еще лучше себе человека. Вот и все. Все, что происходит с человеком, который ведет правильным путем в жизни, всегда благоприятно. Запомните это, всегда. Вот кто из вас пришел сюда на лекцию только потому, что вы страдали? Поднимите руку. Все остальные из счастья пришли, что ли? Не понял. Я сам пришел сюда, потому что я страдал. Неужели кто-то... Поднимите руку, кто... Поднимите руку, кто пришел сюда, вообще вот в жизни к знанию пришел? Только потому, что он стремился к знанию. Я кланяюсь всем вам. Я из страданий пришел. Из страданий я сам. Есть четыре типа перехода к человеку, к истине. Самый обычный и простой типы страданий. Более высокий уровень занимают более благочестивые люди, которые приходят к тому, чтобы жить правильно, победить над судьбой. Это люди любознательные. Они хотят вот знать, как правильно. Им интересно все. Они всем интересуются. А если ты страдал, или ты не мог бы сделать, то ты понимал, что ты не можешь жить больше, поэтому ты не можешь жить? Значит, через страдания. Вот не страдает человек совсем, но ему интересно. Не страдает. Страдания надо исключить. Некоторые говорят, а я... я... любознательный. Нет, но если ты страдал, и поэтому начал лекцию служить, значит, через страдания. Вот смотри, любознательный означает, уже страданий нет. У человека нет страданий, и все классно в жизни. Но ему интересно, как лучше. Более высокое развитие. Не было печали, просто уходило лето. Да, это высокий уровень развития. Но вы его любите? Я вот как раз хотела, если я его любую, не уходил. Но при этом я просто молюсь сейчас за него, потому что я просто... Супер, супер, отлично. Все, вы мне все доказали. Спасибо вам. Замечательно. Вы все правильно делаете. Все правильно делаете. Делайте дальше так. А? Я не хочу, чтобы он возвращался. Тогда я с вами все-все, я тогда беру свои слова назад. «Возвращайся холодным утром, возвращайся, мне очень трудно, возвращайся и оставайся, возвращайся, я без тебя устал». Значит, сердце каменное. Конечно. Надо топить его. Бог дал человек, надо его любить. Нормально. Это нормально. Итак, смотрите. В следующий уровень развития личности человек приходит к истине, потому что он хочет жить лучше, чем он живет. Не из любопытства, не из страданий. Он очень смекалистый. Он понял, что Бог может дать возможности больше и лучше жить. Такой смышленый. Раз туда. Он все разобрался, смекнул и изучать, как правильно жить. Это более развитие. И самый высокий вид развития человека, это когда человек не интересуется ни страданием, ни счастьем, ничем. Он интересуется только выше истины. Серафим Саровский, например. Сам варь детства уже. Сергей Радонежский. Пил молоко грудное уже по дням недели по постам. Не пил в дни поста молоко. Не сосал в грудь. И так далее. Да, Матроны и так далее. Это уже вот такие люди. Уже самый высший уровень развития личности. Это уже с самого детства уже. Люди вот такие. И нам уже на них с самого детства надо их молиться. Поэтому их жития святых из детства описываются. Что они все с детства такие. Ну а что касается нас, многих, ну касается, по крайней мере, меня, то здесь подходит другая песня уже. Я был когда-то странной игрушкой безымянной, которой в магазине никто не подойдет. Пил я чебурашка, каждая дворняшка. Здравствуйте. У меня скорее обратная ситуация. Если девушки обратились на то, чтобы обратить внимание на сферу семья на первых план, а потом на второй, то у меня скорее получается наоборот. Я ставлю семью на первое место. Отлично. 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 Не проблема. Всегда можно найти что-то интересное, чем заняться. Да. Вопрос в том, что каждый год, оказываюсь, вот сейчас, завершила одни отношения и стою на двух почках. Или остаться в Москве и снова уехать в ноябрьск, где... Но отношения с мужем, что ли, расстались? С мужчиной, который взял у меня зарпал, он привез в этот город со словами, «Ты мне нужна, я на тебе женюсь, мне нужно двое детей». «Ты готова?» Я сказала «Да». И я приехала, оставив свою работу, свой образ жизни, свое окружение, в котором я жила, практически 7 лет. И сейчас я снова оказываюсь в новых условиях, где у меня теперь уже снова новая профессия и ожидается, скорее всего, новый город. И совершенно непонятно, что дальше. То есть, на что можно обратить внимание? Даже нельзя задавать вопрос. Когда вот этот холостой ход, да, или что это? Каждый год происходит резкий поворот. Смерть с ребенком, развод, предательство мужа, где был ребенок, чужой любовницы, туда я готова была прийти к мёстному, и может быть, даже по помощи, увалы, всякая жизнь была. Возврат его через 6 лет, доведение на состояние просто... Это тот же самый человек вас в Москву пригласил? Тот же, другой? Нет, в Москву пригласил другой человек, совершенно. В Москву я приехала не по этому. Я приехала сюда учиться, для того, чтобы вернуться в ноябрь со своей профессией. Я сейчас учусь здесь. И в ходе обучения... Не надо возвращаться туда назад. С другой стороны, там есть окружение, которое мне уже приятно, мне интересно, полный подход, по умному служению. Ну, знаете, так бывает иногда, так бывает. Но вы здесь, скорее всего, познакомитесь и выйдете замуж. Так бывает, это нелогично, то, что я сейчас сказал. Лучше человеку советовать его родной город, особенно женщине. Но если вы меня спрашиваете, то я просто сейчас чувствую вашу судьбу. Она, скорее всего, здесь даст результат по личной жизни. Поэтому, ну, вот там какая-то пустота. Пожалуйста, услышьте меня. Оставьтесь хотя бы на год здесь. Через год вы можете все решить. По моему мнению, за год у вас сложится личная жизнь. Ну, такой вот совет. Вы, конечно, можете не следовать. Я, конечно же, буду слушать совет. Мне очень нравятся ваши лекции. Вы помогли мне во многих вопросов разобраться благодаря лекции, которые вы сделали. Вы говорите, что я тоже не чувствую между тем, что... Давайте не год, а три месяца. Три месяца, я вот чувствую, три месяца будут решающими. Уже три месяца. А с этим человеком как его зовут? Женя. Евгений Владимирович. Он... Что-то он какой-то импульсивный. То есть он... Ну, он такой, да. Мощный, сильный, классный. У него такая энергия, вот обнимая мучшая. Ну, мне так показалось. Да, он с амбицией, широкой души. И прежде, чем приехать, я обратилась к его друзьям к его окружению, что он думает об этом мужчине. Мне все сказали, да, перейдись, приезжай к нам, и ты с ним получишь отличное счастье. И он у него как разору взял, сказал, приезжай. А какая причина расставания, чего случилось? Я, честно говоря, не совсем понимаю. Слух, он угрожает, он был жена, они развелись, там остался сын. А, все, 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 я понял. Он хочет те отношения налажить, похоже. Что-то там не до конца, не закончено, не закончено, не закончено, не закончено. Поторопились, он поторопился. Но я не чувствую, что с этим человеком будет у вас продолжение. Другой какой-то будет человек. Останьтесь на 3 месяца в Москве. Да, да, да. Спасибо вам большое. На прошлой лекции я вас спрашивала, я просто молилась и мамы читала, и было с вами молитвами. Вы мне сказали на что-то одно. И я себя чувствовать намного легче, когда именно настроилась на православную религию, я начала посещать храмы. И в храме познакомилась с молодым человеком. Он сейчас является как бы послушником в храме. Мне все нравится. Все нравится. Все хорошо. Я просто божественно себя ощущаю, когда нахожусь на службах, когда навалюсь. Единственное, вот молодой человек, он раньше лежал в больнице, а сейчас является послушником, он живет там 3 месяца. И как бы я все присматриваюсь к нему, я к нему ещу. Я не знаю, стоит ли... Я боюсь немножечко строить с ним на машине, ждать его и... Нет, лучше не надо. Пока не надо. Ну, я его не пропускаю близко к себе, но вообще... Это опасно. Это опасно, если человек имел такую проблему, то... Я сейчас смотрю на него. на то, что он придет в себя и... Нет, так... искать человека, чтобы он меня содержал, обеспечивал. Я не могу подождите полгодика, если он за полгодика еще раз не попадет в больницу. Он просит дать ему шанс. Полгода надо ждать. Полгода? Полгода ждать. Если он за полгода, у него не произойдет такая ситуация, то вы еще раз меня спросите потом через полгода. Ну, то есть, если надежно... Поймите, муж это не пациент. Вы себе берете защиту, а не того, за кем надо будет ухаживать. А если как насчет веры женщины, мужчины? Вера должна быть разумной. Если человек болен психически, то нужно быть внимательным. Как вы будете жить с человеком, которого нет рядом с вами. Психическая болезнь значит, что человек то есть, то нет. Спасибо вам большое. Надо подождать, посмотреть. Если у него будет опять приступ, то я не советую вам в эти отношения входить. Если бы это был ваш муж, тогда другое дело. А если вы еще не приняли решение брать на себя чрезмерные аскезы, у меня было два друга, не такие, как вы, сильной личности. Они оба взяли на себя чрезмерные аскезы. Оба взяли инвалида, как бы себе в жены, и оба пострадали от этого. Но они были очень сильными людьми. У одного пострадала даже духовная жизнь. Он просто весь сломался. А другой выдержал, но все равно сломался по дороге. Потом опять смог восстановиться. это незавидная участь. Я считаю, что в личной жизни человек не должен себя обрекать заранее на подвиги на какие-то. Нужно найти себе человека, на который ты можешь опереться. Зачем рисковать? То есть продолжать молиться и посещать все свои места. Я просто не могу, не говоря, выходи куда-нибудь в места материальные, как это правильно объяснить? Не, не надо, вы найдете себе близкого человека вот так, как сейчас. Не надо ходить туда, где-то. Ну, а вот смотрите, сейчас я вам объясню. Вот допустим, вы пришли в ресторан, начали улыбаться. Там вы получили те отношения, какая там энергетика, то есть там люди знакомятся по другим причинам, на других центрах психических. Понимаете? И поэтому вам надо знакомиться так, как вы знакомитесь. У вас очень хороший стиль. Надо знакомиться на почве духовной жизни. Это самый лучший вариант. У вас будет хорошее отношение, стабильное. Конечно, судьбу от этого никуда не деть, вашу личную, но сам метод знакомства, когда люди плывут в одном направлении, смотрят в одну сторону, это самый идеальный способ создавать отношения. В ресторане вы не будете с человеком смотреть в одну сторону, будете смотреть друг на друга, он будет оценивать ваши формы, наслаждаться вами, а там люди думают о том, как они служат Богу вместе, это совсем другое дело. Поэтому не слушайте никого насчет посещения каких-то других мероприятий. не говорят еще, что время идет у 30-го года. У вас сейчас все хорошо, самое время замуж выходить. Спасибо, Ваня, благодарю вашим реакциям. Вы не расставайтесь с этим человеком, наблюдайте. Может быть, он у нас как-то полечится. может быть, он у нас полечится. У нас есть методики стабилизации психики. Есть? отрицает это. Хорошо, тогда не надо. Найдите человека, который в православной традиции бы за него помолился. Потому что Духов... Он просит меня, он говорит, что видит, что у меня есть силы. Хорошо, тогда используйте эту методику, которую я делаю. Просто делайте все, что я говорю на лекции, как молиться, и вы можете вытеснить из него Духа, выгнать из него. Понимаете, потому что как бы психика, когда слабая, это не так страшно. Страшно, когда есть место для того, чтобы Дух заходил. Если вы защиту усилите, знаете, еще очень сильный метод лечения это стоять возле деревьев в таких случаях. Потому что защитный каркас у человека, ему, это же, ну, это же стоять возле дерева. Это же ни с какой верой не связано, правда? Есть дерево, есть человек. Человек встал возле дерева и стоит. В какой это вере? Ни в какой. Поэтому посоветуйте ему это делать. Просто по лесу погулять и он почувствует. в поселении живет в деревне, где там не природа, там деревьев, много? И я его поддерживаю. Посоветуйте ему липы хорошо подходят для этого, сосны, липоса хорошо подходят для него. Сейчас я индивидуально ему прям... Липа подходит ему, потом елка подходит. Вот эти два дерева попробуйте, их здесь много. То есть слушать ваши лекции по поводу правильной молитвы, да, больше? Вы... В лекциях же я описываю это... Ну, молитва правильная, я не могу так говорить, правильно, неправильно, просто метод, который я применяю, он очень практичный в плане помощи людям, особенно с помощью молитвы. Если вы слушаете лекции, то можете попробовать этот метод, он как раз универсальный, здесь не нужно там как-то менять веру для этого. Просто найдите свои традиции, человек, который молится или поет, допустим, песнопения какие-то духовные, но он должен быть духовно сильным, и вы настраиваясь на его голос, вместе с ним молитесь, вы легко будете входить в очень сильную молитву, такую сильную достаточно, которая может помочь этому человеку. Спасибо вам большое. Я смотрю просто, вот девушка, да, вы, да, нет, вот здесь вот, я вам благодарю, что вы мне дали слово, меня будет так простить. У меня такого просто же про личную жизнь, я замужем сейчас официально, не сможем, полтора года, ну, больше даже вместе не живем, и у меня такой выбор, что, я вот, не знаю, мне кажется, это как-то надо решать, что это, меня, в общем, такая ситуация не устраивает, я не знаю, как правильно поступить, то, я не нашла как-то научиться сохранять, вы должны понять, что у вас сейчас идет такой период, который, ну, сейчас на пике он, я поэтому вам дал слово, на пике, то есть личной жизни такой идет период, что он разрушает ваши отношения, это проявляется в виде того, что у вас нет любви к нему, пустота такая в отношении, не чувствуете этого человека, это так влияет планеты, это обман, это не является правдой, так влияет просто сила времени, она вас вводит в иллюзию, у вас хороший человек, хорошая семья, просто вы находитесь в таком предательском периоде жизни, который вас не дает вам правильное представление об этой личности, недолго ждать, где-то месяца два и уже легче будет, то есть сейчас никаких других да, проблема в том, что полгода пожили, а потом этот период начался, и он все больше нарастает, нарастает, а сейчас он убывать уже будет, вот все, вы через пик перешли уже, в каком смысле полгода пожили, он начался, вы жили полтора года, вы же говорите вместе, нет, мы полтора года, сейчас вместе мы не живем, а уже не живем, да, да, а то этого, ну вот, год длится, наверное, отношения того, как у нас были, то это, ну, все, кончается плохой период, сейчас будет все восстанавливаться, он хочет назад возвращаться, не знаю, он ничего не говорит о том, но это ключевой вопрос, если он не хочет назад, то вы ничего не сделаете, а я не уверена, что я хочу, у вас дети есть? да, а дети хотят? ну, дочке 3,5 года, ну, как, она, ну, она ведет папу, он приезжает, она, конечно, с удовольствием с ним общает, но как, я не могу меня спросить, надо восстанавливать семью, ну, раз вы спросили меня, ваше, все одно и то же, вот найдете другого человека, будет то же самое, все одно и то же, нет смысла менять шило на мыло, вот эта теория, ищи свою вторую половинку, у тебя там все будет хорошо с этой половинкой, это такие шизовики-затейники, говорят, фантазеры, никаких половинок, все вот одно и то же, человек влюбился, пожил, через какое-то время трудности начинаются, те, кто говорят, они сами разводятся, потому что теория неправильная, правильная теория, это пытаться сохранить любое ценное отношение, даже если вы не сможете эти сохранить, Бог вам от радости даст другого человека, он поверит в то, что вы хотите этого, потому что, когда человек сражается за отношения, он достоин хорошей семьи, такой человек, вы молодец, хорошая, стараетесь, ну давайте вот в очках, девушка, вы прямо думаете, что я вас не спрошу, пришлось спросить, аутизм означает напряжение сильное внутри, напряжение, нужно расслабить ребенка, это не расслабляет, расслабляет движение, можем камни поставить, пояс камней, он расслабляет, у нас сейчас, ну, именно по аутизму, сейчас началось исследование, целый детский интернат у нас сейчас будет носить пояс с камнями, полгода, и мы посмотрим результат, потому что много детей уже многим помогло, и мы решили так глобально уже сделать исследование, это помогает, камни расслабляют человека, движение расслабляет, вода расслабляет, можно ее купать, почаще в воде сидеть, ей в воде, допустим, каждый день по часу, ее расслабит, не обязательно холодная, теплая водичка просто, вот деревья, если возле деревьев стоять, тоже расслабляет, некоторые деревья, а учеба напрягает, она не расслабляет, это не то, что как штопором, да, сильно напрягаешься, можно открыть бутылку, как учебой, мозги растопить, проблема не в том, что их надо пробить ее голову, проблема в том, что она перенапряжена, и она не может учиться, из-за того, что усталость, мозг устал, от напряжения, от того, от того мира, в котором ребенок живет, мир не приспособен для жизни ребенка, Москва особенно, высокие этажи дома, нет деревьев, нет земли рядом, меня поселили на 24 этаже, тут в гостинице, сегодня с утра делал йогу, и через 20 минут упражнения почувствовал землю, контакт произошел, то есть я живя на 24 этаже, через 20 минут усилий, внутренней концентрации, смог контактировать с землей, но у вас же нет ребенка с таких способностей, чтобы так, поэтому, на каком этаже вы живете? А родители в 5 километрах рядом с лесом живут? Супер, пускай поживет хотя бы 3 месяца там у родителей, посмотрите результат, сразу будет по-другому все, это 30-40 процентов успеха уже, просто жить на земле для такого ребенка. Спасибо. А по-моему, в личной жизни, как это все будет? Все было когда-то, и любовь была, было да прошло. Смотрите, это не то, что с такой дяденькой есть хороший, такой в очках, и если его спросить, и он скажет, да, это значит все классно. Не воспринимайте нашу беседу таким образом, это неправильно. Поймите, что каждая женщина, она имеет полное право быть замужем. Вот это вот венец безбрачия, это все, знаете, это говорят те, кто хотят деньги зарабатывать на людях. Просто нужно понять, что вам в жизни не хватает для того, чтобы вы стали привлекательны. Вам не хватает сил внутренних, потому что женщина, когда имеет силу, она становится красивой, а когда у них нет внутренних сил, она становится некрасивой. Потому что все силы у женщин идут в красоту. Мужчины силой идут в могущество, у женщины в красоту. Сила идет от природы, сила идет от людей и от Бога. Правильное отношение к природе дает силу, красоту. Правильное отношение к людям дает красоту. Правильное отношение к Богу — красоту. С Богом у вас хорошо, вы пошли в этом направлении. С природой, с людьми — дырки. Вот залатывайте. И красота придет, красота в результате. Отношения. Красота исходит от отношений. У людей не хватает отношений, нет красоты у девушки. Батарейка разряжена. А когда красота будет, значит, что произойдет? Молодец. Тогда нет проблем. Проблема в силе вся, в силе человека. Если силой наполнить человек, значит, все остальное происходит как надо. В этом формула. А не в том, что должен какой-то дядя хороший сказать «да». Нет, не в этом дело. Дело в том, как вы направите свою жизнь. Куда? На суету, на беспокойство, на отчаяние, страдания или на радость, победу. Это воля, силу воли надо использовать для этого. Я, допустим, вчера тяжелый перелет, пять часов, и уже как бы какие-то проблемы со здоровьем пошли. Испугался, начал уже отменять некоторые поездки. Сегодня утром не хотел ничего делать. не хотел вставать, не хотел йогу делать, не хотел пробежку делать, не хотел. Но сделал. Чувствую себя отлично. Выбор. Или лежать в постели, помирать. Но знаете, я выбор сделал не потому, что я такой крутой, сильный. В какой-то момент, когда я просыпался, я когда думал, буду я дальше работать над собой сегодня или нет. Я вспомнил лекционный зал и решил для себя, я хочу сделать людей счастливыми или я буду их обманывать. И вот этот выбор, он сдал свой результат. Живите для кого-то. Для кого-то живите. Живите. И тогда у вас не будет выбора. Отдавайте свои силы. И тогда вы будете счастливы сами. И другие люди вокруг вас будут счастливы. Очень сильная замкнутость на своей обиде, на свою судьбу. В этом проблема. Поверь в свою судьбу. Поверьте. Ну, давайте вы вот так уж вытянете сильно прям. вы уже связаны ведь с ним, да? Да. обижены сильно на него, да? Обижены на него сильно, на этого человека. Вы с ним живете же, да? Да. Ну, то есть он вас мучает, что ли? Нет. А что? Да, меня не мучает. Просто мужик, да? Мужики не твердолубые все, вот как бы верить, Бога тяжело ему. Мужик просто он. Женщиной легче жить, да? Сейчас на Западе так практикуют. Женщина легче. Нет? С мужиком все-таки, да? Да. Но мужики все твердолубые. Все одинаковые, да? Вот женщине поднимите руку, кто чувствует, что вот очень трудно как бы духовность доносить до мужа. Смотрите, вон ползала. То есть я даже не что-то внутри его делать. Я понимаю, что вы такие лечи. Вот и не уверен, что я там люблю, что я там что-то делаю. Молодец. Отличный вопрос. Правильно вы все сказали. Только старшие могут помочь с этим совсем. Да, тяжело стало совсем. Нужно просто помощь старшему и все. Да. Нет, кто старше, я старше сейчас. Или нет? Вот смотрите, вы должны понять одну вещь, что каждый человек, живя друг с другом, в какой-то момент испытывает невыносимые трудности, невыносимые чувства несправедливости, ощущение несправедливости, идущее от близкого человека, является проявлением всего лишь энергии времени, энергии времени, которая влияет на вас и испытывает вас, испытывает вас. То есть я сама себе виновата. Понимаете, вы... Бог вам так дал друг друга, вот вам очень трудно было найти вообще себе человека близкого. Вы сейчас нашли, и ему тоже трудно было найти. Вы друг друга нашли, ну и мучаете друг друга всю жизнь. Зачем как бы кого-то еще... Вот потом представьте, как вам еще кого-то себе будет найти. Просто невозможно уже. Вот и все. Да, конечно. Живите... Любите, учиться, любите рядом с ним. Учите, учиться, любить. Конечно, учиться. Но на самом деле это и чувство, что надо... Ну, а вот нужен кто-то, чтобы сказал правильно чувствовать. Вот я говорю вам в этом. То есть все нормально? То есть с ним нужно нормально, да? Вам станет легче через где-то 8 месяцев. Вот сейчас невыносимая ситуация, несправедливость. Вы чувствуете несправедливость. Так действует время. Не волнуйтесь, все пройдет. Это временно. Он подходит, чтобы вас любить и мучить. А по-другому никто ни к друг другу не подходит. Все одинаково подходят. Так нужно, да? Да, вот это главный ваш вопрос. Да, что так нужно. Вот именно так и нужно. Большинство людей считают, что нужно как-то по-другому. Они думают, мне надо отойти себе такого человека. Это же просто. Я беру, вот нахожу себе такого человека, и чтоб с ним вообще не мучиться. Но так не бывает здесь, в этом мире. Понятно. То есть он хороший человек. Ну, он хороший человек. Спасибо. Ей тяжело просто. Тяжело сейчас. Ждается подтверждение. Он не просто хороший, он добрый человек, искренний человек, принципиальный. Вот вам не нравится, что принципиальный. Ну, мужчине — это хорошо быть принципиальным. А его принципы вас обижают. Ну, а что делать? Ну, вот так. Вы тоже, если бы вы не были принципиальны, вы бы не обижались. Коса на камень нашла. Что делать? А то, что вот еще последнее, пожалуйста, спросите. То, что вот он, ну, вот его как-то он все ругается, я скажу, что он все ругает, все он всегда упорит. Он потому что не знает, он не знает, что такое ваша любовь к Богу, не понимает этого. Ничего страшного, не беспокойтесь. Он все поймет со временем. Мужчина все понимает через любовь. Понимаете? То есть надо учиться любить, потому что я ловлю? Только через любовь знание приходит. Если вы хотите, чтобы он что-то понял, вы должны его принять сначала, потому что он является представителем вашей судьбы. Когда вы его примете, сразу, смотрите, вы его примете, дальше напрягаться не надо. Все ваше знание пойдет в него само. Ему не надо ничего объяснять, просто принять. Это ошибка основная в семейной жизни людей. Они думают, что надо объяснять, они объясняют и объясняют друг другу. И ничего не объясняется. Это все бесполезное занятие. Мне всегда все посетили, что нет другого. Конечно, всем так кажется. Кому не кажется, что этот вот семья, кажется, что другой какой-то нужен. Куда вы можете? Конечно, это у всех одна и та же песня. Конечно. Хорошо. Спасибо большое. Вот. Но поймите, что человек меняется через любовь. То есть вы приняли его таким, какой он есть. Это первая стадия отношений. Все вам легче жить стало, вы приняли все. И сразу же он начинает вас понимать лучше. Вторая стадия отношений, понимание начинается. Люди начинают уважать друг друга, потому что они приняли. Третья стадия — это верность. Когда уже верю в тебя, дорогую подругу мою. Это третья стадия. Ну вот, да. Вы понимаете, что это моя судьба, что это не отдаёт? Конечно. Это то, что вы как раз должны на венчании в храме говорить, что это моя судьба, вот надо уже с этого момента так думать. Ну ничего страшного. Даже если сейчас вы так уже поняли, что так надо думать. Это хорошо. Принято. Да. Спасибо. 80% людей не понимают этого. И поэтому разводятся. А вы находитесь 20%. Ну давайте, вот девушка, вы. Да. У нас сейчас уже начнётся лекция. Сейчас последний вопрос. Духовными практиками – неправильное слово. Или есть вариант такой. Давайте несколько вариантов выберем. Первый вариант. Когда развиваешься как личность, занимаешься нравственным развитием. Вот хорошие варианты. или занимаешься духовной практикой. Потому что духовными практиками заниматься нельзя. Духовной практикой или нравственным развитием, когда человек переходит на уровень духовного развития, он уже занимается одной практикой. До этого он изучает разные духовные направления, но это нравственное развитие, это ещё не духовное. Духовное развитие идёт внутри одной традиции духовной уже. Вот так. вас сломала до жизни сломала вас она всех ломает то есть сначала время действует так она приносит боль человеку боль разрушает разум разум разрушенный не дает возможность делать правильные вещи результате получается замкнутый круг нужно что сделать нужно в это время выбрать прибежище вот если человек допустим в это время ездить святое место в храм куда-то молиться то в это время вот это влияние времени плохое она ослабевает или слушать лекции слушать духовную музыку то есть есть два периода жизни в один период я сам побеждаю судьбу а в другой период я насыщаюсь питаюсь я получаю силы от кого-то и вот сейчас когда вот сыну плохо вы чувствуете вы сломались вам нужно получать силы нужно настроиться на получение на принятие силы это тоже сила воли нужно нужно заставить слушать духовную музыку лекции и ходить в какие-то места где молиться следующий этап уже потому что сначала дашься не вытащишь ну то есть надо понять что если у тебя нет сил это значит что ты должен наполняться вас какая рациональность а я там был и шкейки хорошие люди такие красивый год я был на иссыкули спасибо это Спасибо. 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 Видите, есть два типа вопросов. Один тип вопросов — это что делать, а второй тип вопросов — это желание поддержки. Она меня спросила, потому что она хотела, чтобы я ей сказал вас, все будет хорошо. Все будет хорошо, вы на правильном пути, вы сломались и восстановились. Просто вам нужна была помощь. Помощь сейчас получаете, восстанавливаетесь, у вас все хорошо в жизни. Ну, наверное, пора уже нам лекцию читать уже, что делать, простите. После лекции подойдете ко мне, я вам с вами поговорю. Я знаю, я чувствую, вам нужно, да. Хочу поздравить вас с праздником. Надо громче сделать общий звук. Кто-то занимается звуком? ПЕСНЯ 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 Я уже буду регулировать, вы на максимум поставьте ее там. Она, наверное, это просто старая запись. Сейчас я потише. Нормально, да, нормально. Спасибо. Извините. Ну, в общем, нам нужны также праздники, связанные с нашими победами, с нашей Родиной. Прославлять город, в котором ты живешь. Дорогая моя Москва. Золотая моя Москва. Мы должны любить. Если мы не можем любить свою нацию, свой народ, свой город, то это не жизнь. Должны любить наше прошлое, наших героев, которые защищали Родину. Все это наша жизнь. Нельзя себя отрывать от этого. Это неправильно. Итак, мы сегодня с вами беседуем о раскрытии своего внутреннего потенциала. И прежде чем говорить, погружаться глубоко в эту тему, я хотел бы, я сделал небольшую подборочку, то есть я сделал такие практически определенные выводы, которые вам дадут общую картину, как раскрывать свой потенциал, а может быть не только свой. Мы немножко пройдемся по этой такой уже более, чтобы была систематизация какая-то в голове, куда двигаться, что делать. Итак, раскрытие своего потенциала внутреннего я разделил на несколько направлений. Первое направление учеба, второе отношение с самим собой, третье отношение с природой, четвертое отношение с семьей, пятое отношение с социумом и шестое отношение с Богом. Учеба. Грудной возраст. Можно учиться в грудном возрасте? Ребенок в утробе матери находится. Учиться можно? Можно. Если мать захочет и знает, как это делать. В грудном возрасте, когда ребенок в утробе и в самых ранних этапах жизни человек получает духовное знание, он получает веру, потому что человек в это время самый чистый и самый глубокий. То есть карма или судьба, она загрязняет сознание человека. Чем больше она влияет, тем больше затуманенность сознания. У ребенка нет никакой затуманности, он абсолютно чистый. Поэтому обязанность главной матери, некоторые думают женщины, что должна беременная женщина делать. У нее два варианта обычно, работать или не работать. Беременная женщина должна молиться. Она должна заниматься духовной практикой, потому что это самое лучшее время, самое главное, семя положить в сердце своего ребенка. Это самое лучшее время. Это вот этот вот внутриутробный возраст вот этого раннего развития ребенка. Поэтому Бог дает женщине беременной, он дает очень сильное чувство, сильную веру, то есть она очень глубоко может погрузиться в духовную жизнь в этом состоянии. Естественно это для нее. Естественно. Поэтому главное для беременной женщины это взаимоотношение с природой. Это дает возможность сохранить ребенка, потому что все эти повышения тонуса там недостаточно развития, значит, что не хватает энергии. Она должна больше двигаться, гулять, больше быть на свежем воздухе, есть по возможности пищу, которая, ну естественно, выросла без химии сама. Дальше с любовью относиться к людям, больше быть окруженной родственниками, любовными отношениями и молиться. Вот обязанности женщины. И в результате ребенок получает хорошее внутриутробное развитие. Закладывается очень сильно глубоко вот сознание это все. До пяти лет человек получает возможность понимания, что такое правильная семейная жизнь. Потому что глубоко закладывается понимание, что такое любовь. До пяти лет ребенок чувствует любовь между родителями. Поэтому, если родители культируют отношения любви, и эти отношения возможны, потому что до пяти лет, когда ребенку, то в семье энергии любви очень много. Ребенок создает такую ситуацию теплых отношений. И если люди понимают, что это самое главное, вот именно теплые отношения, не пытаются там выяснять отношения, самое главное теплые отношения, то ребенок получает такую внутреннюю возможность потом в жизни глубоко относиться к близкому человеку. То есть, сохраняться семья будет лучше. Возможность сохранения семьи возрастает сильно. Если люди уделяют этому внимание, для развития человека, это самое важное, вот до пяти лет. Пять-восемь лет происходит нравственное воспитание. В это время нужно, что такое хорошо и что такое плохо. Крошка, сын к отцу пришел и спросила, Кроха, что такое хорошо и что такое плохо. В это время с пяти до восьми лет человек постигает нравственные ценности мира, и вот именно их надо закладывать в это время. Говорить, что плохо, что хорошо, объяснять человеку. С восьми до тринадцати лет развиваются творческие способности человека, и поэтому в это время нужны всякие кружки, всякие вот вложить силы, чтобы творческая активность, радость, творчество, какой-то деятельности, которая приносила бы счастье, ребенок должен постичь. С тринадцати до восьминадцати лет человек должен обрести самоконтроль. Главная обязанность человека, когда идет половое созревание, очень сильно теряется способность контролировать себя. У человека энергия любви начинает хлистать, и в это время, если, допустим, девочки выучились раздельно, мальчики отдельно, очень много времени удивлялось именно вот этого способности владеть собой, тогда в обществе меньше было бы бардака, потому что, когда вот эта бесконтрольность детей считается нормальным, что дети что хотят, то и вытворяют, в школе, похоже, уже вообще отпустили узды, то есть дети уже начинают целоваться в этом возрасте, обниматься, то есть учителя уже не могут ничего контролировать, и современная культура считает, что это нормально, так и должно быть, то тогда результат к 18 годам человек становится уже таким полностью развращенным, то есть он уже циником становится, он не знает, как правильно себя вести, потому что с 13 до 18 лет человек должен обуздать эту половую энергию, он должен научиться владеть собой, и в это время как раз люди учатся владеть собой, хорошо в это время научиться работать над собой, это самое лучшее. с 18 до 25 лет человек должен учиться своей специальности, он должен включить направленность своего, должна быть в этом. Именно в 18 лет человек обретает способность примерно понять, что ему делать в жизни, и он должен до 25 лет освоить какую-то специальность. с 25 до 45 лет человек вырабатывает профессиональные навыки, строит семейные отношения, занимается внутренним развитием с 45 лет, и дальше главная цель жизни это духовное развитие. Если человек не выполняет эти нормы в этом возрасте, то он не идет в ногу со временем, и в результате диссонанс идет. Допустим, после 45 лет человек решил наконец понять, чем ему в жизни заниматься, какой работой заниматься. Ну как бы это уже другое время, здесь надо уже работать, вот чем как где работаешь, там и работа. Если ты хочешь раскрывать внутренний потенциал, после 45 лет надо уже больше думать о духовном развитии, потому что в это время ну как бы энергия человека не идет в деятельность, она идет во внутреннее развитие. И судьба человека так сильно его прижимать начинает, что просто работая он не отделается. Ему нужна молитва, ему нужна духовная жизнь, чтобы судьбу в таком возрасте побеждать. Если он этого и не имеет, значит судьба его начнет гнуть. Люди, которые после 45 лет только одной работой увлекаются, значит их пригибать судьба начнет. они не смогут развиваться, раскрывать свой потенциал. Это вот учеба. Мы с вами поговорили о учебе, то есть время, что делает, оно действует на человека. И в каждый временной промежуток свое раскрытие. Если человек в этот промежуток что-то другое делает, может быть, это так диктует время, допустим, дети в основном учатся, обучение специальности идет 7 лет. Ну то есть дети учатся там математика, физика, химия, все это приводит к обучению специальности. 7 лет. Но никто не отменял нравственное воспитание, творческие способности, самоконтроль, никто не отменял. Если человека не мотивировать в этом направлении, в этом возрасте, то он не будет раскрывать свой потенциал, он будет недоразвитым. Нужно, чтобы человек в этом направлении тоже двигался, несмотря на современную систему образования. Чтобы она поменялась, нужно слишком много поменять в жизни. Надо камеру переставить на 40 сантиметров в сторону. Вот так вот сюда. Вот так чуть-чуть. Чуть-чуть, да. Вот, отлично, да. Можно чуть-чуть даже на меня еще. Вот так, ага. Все. Теперь она никому не мешает. И рад вас видеть. Отношения с самим собой. Все зависит от того, что страдает. Если человек чувствует, что у него в жизни какие-то проблемы, ну, то сильно обижается или не может отвязаться от какого-то события психического, у него какие-то эмоциональные трудности или он себя плохо понимает, плохо осознает, то есть он чувствует какое-то внутреннее напряжение или депрессию, то это значит, что ему нужно делать статические упражнения. Какое-то положение неподвижное, поза, допустим, можно стоять прямо неподвижно, лучше всего включать молитву в это время. Ну, включать, имеется в виду повторять. Или настрои какие-то. Я желаю всем счастья. Потому что просто одно положение тела, оно не работает, нужна подпитка еще психическая. Человек не устоит долго, если он себя не питает, свой звук, активизирует разум в деятельности. Когда разум работает, то он дает силы аскезу совершать. Если разум не работает, звука нет, значит, нет куда силы брать, человек не может выстоять. И когда человек неподвижно находится, допустим, стоит в одном положении, сначала тело затекает, потом дальше начинается жар в теле, потом дальше, как будто бы оно немеет, и потом легкость в теле. На стадии легкости освобождаются от нагрузки психические каналы. В это время это меняет наше психическое восприятие мира. Психические заболевания лечатся именно так, с помощью этой методики. Или трудности с психикой, какие-то обидчивости, напряжение и так далее. Все это означает забитые, зажатые психические каналы. Раскрытие своего предназначения невозможно в этом случае. Внутренний потенциал раскрывать невозможно, если ты не делаешь именно это. Нужно делать в этом случае именно это, если у тебя напряжена психика. На втором беду вот женщина светлый волос, вот сейчас напряжена психика. Надо делать статические упражнения. Не смейтесь, я вам принес пользу своим советом, если вы это будете делать. На втором ряду не вы, а вот за вами девушка. Она не была готова услышать мой совет. Ничего. Все нормально. Психическое напряжение не означает, что человек болен. Все испытывают какое-то напряжение, но иногда именно это является вот девушка в светлом. Да, статические упражнения. Вам станет легче. Правда? Я не, честно, я не слышу, что кто-то пел. Не, не, подождите, вот там прямо у вас за стенкой, да? Поднимите руку, кто вот находится в такой ситуации в жизни. Давайте все пересаживайтесь оттуда. Пересаживайтесь. Двери открыты насквозь, иначе будет душно. Чуть-чуть приокройте, чуть-чуть приокройте двери. Кому душно? Поднимите руку. Кому душно? Холодно всем. Хорошо, чуть-чуть при закройке не полностью. Хорошо. Да. Ага. Массовое переселение у нас. Да. Сейчас мы немножко, давайте тогда мы какую-нибудь песню включим. 教ilen здесь, чего мы только уможен. ломающие звезды или вклад, это cái Bangkok мы вклад. Что уже я люблю жить 美 лес ночи А то, что понят, а с трудом, то мне дороже. Я много чего не так делал в жизни, но ничего страшного. То, что понят, а с трудом, то мне дороже. В этом смысл жизни человека. Поэтому мы с вами проводим время в этих беседах, что нам это дороже. Итак, видите, я показываю пальцем, потому что видно, вот девушка в светлом на четвертом ряду, вы, напряжение психическое, нужны статические упражнения. Они снимут напряжение и станет легко раскрывать себя, станет легче жить. Так, что такое статические упражнения, я вам рассказывал на прошлых лекциях. У нас есть специально по здоровью, была лекция недавно в Москве, можно ее найти, скачать бесплатно. У нас все бесплатно. И послушать еще раз. Там есть разные положения тела, они предназначены для разных побед. Когда человек стоит прямо, он просто может терпеть судьбу неподвижно. Если он стоит на коленях, он не просто терпит, он ее принимает уже. Когда человек садится на ягодицы, вот так сидит, он может пробивать уже своим сознанием, у него волевые функции включаются. Под Масана, поза лотоса, вот так вот человек концентрации учится концентрироваться. Когда человек сидит, стопы вот так вместе и колени разводит, то он учится спокойствию и очищает. ощущение от ненужных желаний. Основные положения для победы над судьбой. Теперь, если вы чувствуете, что у вас в теле какие-то проблемы, то что-то болит, ломит, то лапы ломит, то хвост отваливается, то шерсть лезет. Это значит, что нужно двигаться. Нужны динамические упражнения, потому что динамика лечит тело, а статика, психику. Если человек просто бегает или он делает зарядки, каждый человек сам чувствует, что ему надо, выбирает что-то для себя. Он чувствует, что ему лучше, приятнее. Надо выбирать, что приятнее сначала, а потом, что тяжелее делать в конце. Если вы хотите вылезти через тяжелое заболевание, надо делать то, что тяжелее. А если вы хотите начать двигаться, то делать то, что легче. Потому что, когда ты делаешь какое-то упражнение тяжелее, там находится болезнь. Но сначала этого не надо делать. Сначала надо делать то, что легче. Допустим, легко бегать – бегайте. Чувствуете, прыгать тяжелее – значит, там болезнь. Подпрыгивать начнете потом, попозже. Но в любом случае динамическое движение означает, что человек избавляется от болезни тела. Потому что есть болезни психики, есть болезни тела. Психика лечится статическим упражнением, тело – движение. Понятно, да? Это мы говорим об отношениях с самим собой. Без этих двух видов отношений с самим собой человек нормально жить не сможет. Потому что тело, не двигаясь, оно становится больным. Есть статическое движение, есть динамическое. Статическое, когда человек застывает, что в теле двигается? Психика двигается. А когда человек двигается сам, что двигается? Тело. Все. Без движений нет жизни. Дальше двигаемся. Питание. Что такое питание? Отношение с собой. Питание – это отношение с собой? Отношение. Питание означает загрязнение ума и очищение ума. Почему? Потому что пища в основном… Подсказывать не надо. Вот лучше слушать. Пища в основном… Сейчас никому не мешает, там дети не поют. Все нормально? Нормально. Молодцы, все хорошо. Что-то. Я вообще вот не слышу отсюда. Там, наверное, как-то по местности… Красиво? Красиво? Вам нравится уже? Хорошо. Хорошо. Итак, смотрите. Пища, она, конечно же, является кирпичиками для тела. Конечно, она кормит тело однозначно. Но, если говорить о пропорциях, то где-то 30% пищи приходится, берет тело и 70 ум. Ну, например, взять полного человека. Любой полный человек хочет кушать как минимум два раза в день. Хотя у него достаточно питательных веществ внутри. Если человек полный, у него нормальные запасы, и он может жить пару недель вообще без еды, в принципе. Но кушать хочется два раза в день. Причем как хочется? Хочется кого-нибудь порвать. Так сильно хочется кушать, что хочется кого-нибудь порвать. Портится настроение, человек злится. Он как бы не контролирует себя. Это означает, что кушать хочет ум. Потому что, когда тело хочет свою кушать, то человек испытывает слабость, снижение работоспособности, вялость. Он чувствует, что у него нет сил. Знайте, что когда, если вы не будете кушать часов 8-9-10, тогда наступает этот эффект. Но, когда хочется кушать через 4-5-6 часов после того, как поел, то это желание кушать идет от ума. Это означает, что умственная или психическая энергия слабла. И если человек кушает ту пищу, которая связана с позитивом, с чистотой, с радостью, тогда он очищает ум своей пищей. Потому что он не кормит отрицательные эмоции. Когда человек кушает пищу, которая связана с насилием или связана с какими-то неправильными эмоциями. Например, пищу готовили в ресторане для того, чтобы денег заработать. Просто быстрее смешали все. И вы вот это все себе внутрь. То есть вы получили эмоцию. Причем человек сначала в первый раз, когда он в ресторане такую пищу кушает, он думает, что-то ему не нравится здесь кушать. А потом привыкает и уже все нормально. Потому что ум уже не может отличать, что хорошо, что плохо, если он этим уже наполнился сам. Он изнутри уже не может различать. Когда человек что-то не кушает плохое, через некоторое время он понимает, что это плохое. Но если человек уже давно кушает, ему непонятно, что это плохое. Он не может. Но тем не менее следует знать, что пища предназначена или для загрязнения ума, а если ум загрязнен, ему очень трудно ориентироваться в обстановке. Чистый ум как зеркало, он чувствует все. Грязный ум не понимает многих вещей. Поэтому человек должен изучать, какая пища очищает ум и какая пища загрязняет. Так как пища это очень сильный объект привязанности, поэтому я не буду говорить конкретно. Вы сами изучайте. У меня есть книга, сейчас вышла по правильному питанию. Изучайте, почитайте книжку, послушайте, поизучайте. Что-то вы примете, что-то нет, потому что мы привязаны к пище. Это объект сильных желаний к пище. Дальше. Режим дня. Зачем нужен режим дня? Солнце, когда встает, что происходит? Человек все оживает, все становится радостным, энергия идет вверх, позитив. Нас утро встречает прохладой, нас песни встречает, там ветром встречает река. Кудрявая, что ж ты не рада, веселому пению гудка. Стань пораньше, стань пораньше, стань пораньше, только утро заиграет у ворот. Оказывается, утро играет у ворот. А что, почему она играет у ворот? Потому что солнце восходит. Знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора, ненастное солнце взойдет. Пора ненастное проходит, когда солнце восходит, оказывается. Дарите солнце, как весенние цветы, и станет на земле еще светлее. То есть солнце восходит, это время оптимизма, радости. Ра, солнце дасть, давать, радость. Таким образом, если человек встает раньше восхода солнца, он раньше встает, чем солнце поднимается. Это значит, что он находится в активной жизненной позиции. Потому что в основном все встают, когда солнце уже возошло, оно их за нос тянет. И человек вот так... И вот уже встает потом, когда его за нос притянули. Но это уже поздно, потому что волевые функции у человека заторможены в этом случае. Надо встать самому. И потом, когда человек встал уже, он бодрый. В это время солнце, оно начинает поднимать его психическую энергию вверх. Если же человек спит, он... Солнце не может поднимать психическую энергию вверх. Оно психическую энергию разжигает. Человек становится очень чувствительным, если не встает рано. Он становится раздражительным, капризным, депрессивным, ленивым. Нет? 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 Нет. Солнца... Вечером заснуть не может. у вас перенапряженная психика перевозбужденная психика да да из-за этого это не значит что нас нет жаворонков мы все орлы понимаете все орлы но в отношении с временем мы не можем быть орлами вас перенапряженная психика из-за этого соответственно давление уже начинает страдать потихоньку но вот поэтому маленькое что страдает там-то спазм в голове из-за этого низкого давления нужно снимать напряжение вам не хватает энергии земли воды больше по земельке гулять больше воды молодец отлично вот так делать расснимать напряжение такая у вас природа склонность такая есть кот к этому ничего не сделаешь ну это не отменяет правила надо вставать раньше ложиться раньше если человек рано встает то он становится оптимистичным то есть что делает режим дня режим дня он высвобождает энергию человека если человек раньше времени встал раньше солнце встал его энергия вся ему не надо себя активизировать его не надо себя заставлять быть счастливым это само собой происходит его жизни поэтому люди и когда рано встает они чувствуют как хорошо они радуются миру нравится все когда человек поздно в том мне нравится потому что у него накопилась горячая энергия в психике чувства разожглись они начали чувствительными стать слишком сильно стали и человек начинает нервничать злиться то есть режим дня предназначен для высвобождения энергии если человек кушает допустим в обед у него пища переварится с помощью энергии солнца если он кушает позже больше много пищи кушает позже то есть утром и вечером надо кушать понемножку а в обед надо кушать достаточно много если человек так делает тогда у него в результате солнце все переваривает само он свою силу не отдает на пищеварение но если человек поздно покушал допустим вечером наелся сильно или рано утром то тогда солнце уже садится или восходит в это время и пища в результате не переваривается качественно энергии ума уже ума тоже есть огненная энергия она идет на пищеварение и человек допустим работает он нам печатать на компьютере допустим или читает книгу и в это время у него вся энергия ума через 40 минут после такой плотной еды она идет живот 40 минут проходит так раз и резко энергия уходит вот начинается пищеварение в результате первое что возникает человеку возникает синдром застывший строки то есть он так раз 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 он не может дальше потому что ум же не соображает в это время все синдром застывшие строки потом дальше следующий синдром синдром кивка еще больше энергии ума уходит и он такой начинает кивать он же ничего не соображает он думает что он книжку читает в это время даже не может понять что он ничего не читает уже все отключился ум не может понимать и потом следующий это синдром желтого пятна и не отсюда вытекает на книжке увидели внизу желтое пятно это значит человек не кушает правильно у него утром и вечером он кушает много то есть надо кушать в обед много вечером утром поменьше можете стать детективом в этом плане я вам раскрыл секреты шерлок итак двигаемся дальше если человек рано ложится спать знать что он сильно отдыхает поздно ложится спать луна уже луна восходит она расслабляет человек луна восходит 6 вечера то есть в этом честь вечера человек должен сворачивать свою работу где-то меньше уже напрягаться иначе он против воли времени будет идти луна восходит значит надо энергии расслабляется у человека и чувства становятся очень чувствительными и человек должен вечернее время отдавать семье он должен любить всех радоваться детям жене мужу быть счастливым до 10 часов вечера а там надо уже спать ложиться мои хорошие потому что иначе отдыха качественного не будет если человек не лег в 10 вечера у него нервная система не отдыхает нервная система отдыхает с 10 до 12 вечера потом дальше отдыхает тело у человека с 12 до 2 с 2 до 4 отдыхает чувства бывает человек рано очень встает вроде выспался а потом как то еще плохо то есть чувства перенапрягаются они не отдохнули приходится опять ложиться спать то есть другими словами режим дня тренирует волю потому что мы как бы хотим жить правильно в ногу с временем и высвобождает энергию больше сил становится выбор течен у меня сил нет значит ты сам напрягаешься а так может солнце у нас для напрягаться они все могут делать в организме человек высвобождает силы в результате дальше и эти силы идут уже на раскрытие внутреннего потенциала человек дальше режим дня мы говорим об отношениях с самим собой нравственное знание изменяет отношение к жизни ну что отношение к жизни сильно влияет на саму жизнь допустим многие люди ищут счастье в работе больше чем положено а не что то у меня работа не очень она всегда не очень потому что в деловых отношениях нет глубины они по природе не глубокие это там нет глубины нет сильно большой любви это деловые отношения а любовь или удовлетворенность человека или счастья идет всегда через отношения если человек не имеет глубоких отношений счастья нет но на работе какие там глубокие отношения там просто выполнение своего долга означает что ты можешь там на работе какое счастье получить счастье развития счастье достатка финансового счастье хорошего допустим социального положения ты можешь иметь но это счастье не слишком глубокое это счастье возможностей конечно когда кто-то не может купить пирожок а ты можешь это всегда приятно но это счастье не имеет глубокую природу это счастье возросших возможностей просто уменьшается страх за за свое самосохранение, страх жизни ослабевает, человек думает, я уже счастливый. Нет, он не счастливый, он просто расслабленный. Допустим, этот человек богатый, он такой, я, допустим, когда в самолет захожу, первый бизнес-класс там, там люди такие вот, такие. Вот такие, ну они расслабленные просто, это не значит, что они счастливые. Расслабленный-то хорошо, это уже лучше, чем быть напряженным. Вот, но это не глубокое чувство. Глубокое чувство означает отношения, но отношения не могут быть глубокие на работе. Это означает семья уже, глубокие отношения — это семья и духовная жизнь. Поэтому если человек чувствует, ему счастья не хватает, ему не хватает личных отношений и духовной жизни. Только в духовной практике человек чувствует огромное счастье. Даже в личной жизни так много счастья не почувствуешь, потому что там еще экзамены приходится сдавать. Там будут… А вот в духовной жизни, когда он встречается на духовных программах, в храме, там уже много может быть счастья, потому что люди там пришли, чтобы испытывать счастье. В отношениях с Богом очень много счастья. И в свои эмоции каждый человек счастье получает. Например, некоторые люди испытывают счастье в эмоции раскаяния, смирения. Некоторые люди испытывают счастье в эмоции победы. Допустим, в мусульмане они Аллах Акбар. То есть они эмоции победы над судьбой, им счастье приносят. Допустим, в ведах эмоция праздника во время служения. Эмоция праздника. Нравится так служить Богу. В праздничном настроении такое. Праздничное настроение, смирение, чувство победы. Разные эмоции, разные веры. Допустим, в буддизме тишина, эмоция тишины, спокойствие, отношение с Богом и так далее. Каждая духовная традиция включает свою эмоцию любви, через которую идут строиться отношения у человека, раскрывает свой потенциал. Потому что если энергия любви глубокая не движется внутри, человек не может развиваться. Энергия любви развивает человек. Если человек весь зажатый, зашоренный, он от работы ищет счастье, он думает, там главное счастье, он не будет развитым. Счастье от глубоких отношений идет. В семье это через какое-то время происходит. Нужно их развить сначала, близкие отношения, чтобы там счастье пошло. А в духовной жизни сразу у человека это возникает. Итак, погружение в нравственное знание дает человеку изменение отношения к жизни, он знает, откуда счастье уже брать. Вот он нравственное знание изучил, он все разобрался, где какое счастье, откуда можно брать. Допустим, человек говорит, что-то я устаю, нет сил. Это значит, что ему не хватает контакта с природой. Вот этого счастья не к вам. Ну иди пробежись там, зарядку сделай на свежем воздухе. Что-то некогда. Не некогда. А у тебя нет знания, что это надо сделать. У тебя нет волевого усилия. У тебя нет как бы к этому стимула. Вот если надо в туалет, у человека есть стимул, он бежит сразу. Потому что он знает, что если этого не сделаешь, то будет. Точно так же, как бы если чувствуешь, что усталость какая-то, ну значит, тебе не хватает природы, иди заставь себя, побеги на улицу. Пробегись, не обращай внимания на людей, которые думают, что ты какой-то странный. Конечно, быть счастливым – это всегда странный человек. Никогда нормальный человек счастливым быть не может. Особенно в большом городе. Больном, правильно сказал. Не оговорился. Не бойтесь необычности своей. Не бойтесь. Допустим, мы в гостинице с Максимом врачом, моим помощником, вышли. Из этого гостиницы, вот эти вот, в спортивной одежде. И охранники такие, раз, на нас. Мы необычные. Ну что теперь сделать? Ну пошли бегать. В основном все там ходят такие, ну а мы бегать пошли, вот такие. Ничего страшного. Надо самому принять свою необычность. Обычным человеком не проживешь нормально в этом мире. Таким образом, часто человек чувствует, что у меня что-то не хватает в жизни. Ничего-то не так. Вот у меня что-то не так. Не хватает нравственного знания. Нужно изучать, как правильно жить. Это и есть нравственное знание. Тогда ты поймешь, чего тебе не хватает. Потому что часто человек делает не то, что ему на самом деле не хватает. Он чувствует, что что-то не хватает. Идет в парк Горького и там... Вот. И он думает, что ему этого не хватало. Нет, не хватает чего-то другого. Изучай. Может быть, ты не оттуда счастья ждешь. Может, чем-то не занимаешься в жизни. Допустим, чувствуешь одиноко себя. Одиноко пустота в жизни. Пустота. Значит, не хватает правильных отношений с людьми, с этим миром. Не обязательно бегать везде, дружиться со всеми. Не обязательно. Просто желать всем счастья на улице. Достаточно. Уже отношения пошли. Если так будешь культивировать месяца два, заставлять себя надо. Ты стоишь на остановке, что происходит? Естественно. Естественно, тебе хочется притянуть глазами автобус. Да естественно, потому что все этим занимаются. А надо себя заставить желать всем счастья, даже тем, кто притягивает глазами автобус. Всем желать счастья на остановке. Человек в основном ждет жизни. Он метро ждет. Метро чем надо заниматься? Желать всем счастья. Это волевое усилие. Надо заставить себя. Когда заходишь в метро, ты должен заставить себя быть счастливым. Что все ждут, когда выйдут из метро. А надо быть там, жить же надо в метро. Если человек не хочет жить в метро, он устает за время этой поездки. Он выматывается. И потом, ну что-то это устал. Потому что ты занимался там ничем, чем надо. В метро надо желать всем счастья. Этим надо заниматься. Потому что делать там больше нечего. Ждать это не вариант быть счастливым. Потому что когда человек ждет, его счастье уходит в будущее. Счастье ушло в будущее, он истощен. Счастье-то сейчас нужно. В настоящем. Девушки, смотрите, какое преимущество. Все девушки в метро ждут. А вы радуетесь жизни. Что это значит? Шансы познакомиться возрастают в десятки раз. Вы в преимущественном положении оказываетесь. И людей вокруг много. Чувствуете, какой совет хороший? Итак. Работу не могу найти. Не могу найти жену. Не могу вырваться из нищеты. Что-то не получается переехать, поменять жилье там. Вырваться из долгов. И так далее. Это значит, что вам не хватает молитвы. Потому что только прорвать судьбу может только духовная практика. Это может быть молитва, или посещение святых мест, или контакт со святыми личностями, там, святая Матрону, там и так далее. То есть это то, что дает возможность человеку преодолевать непреодолимые события. То есть если чувствуешь, что одиноко, то надо с людьми учиться желать им счастья. То есть одиночество означает, нет контакта с людьми, не хватает. Пустота внутри, нет контакта с людьми. Вот этой энергии не хватает тебе в отношении с людьми. В отношении начинаются просто «я желаю всем счастья». Они в сердце начинаются. А потом, когда ты в сердце поменял отношение к людям, тебе начинают хорошие люди клеиться, дружба по ним появляется. Это вторая стадия. А первая стадия — надо себя заставить желать всем счастья. Ты потом заметишь, что ты не желал никогда и не желал всем счастья. Ты был оторванный, одинокий, поэтому у тебя никого нет вокруг. Когда человек начинает с людьми контакт устанавливать, у него потом все налаживается в жизни. Не хватает вот этого, значит. Большинство женщин — проблема только одна. Не хватает отношений с людьми. Поэтому одиночество. Бывает иногда нужна молитва, чтобы прорвать судьбу. Вроде бы все нормально делаю, а что-то вот вообще ни с кем не могу познакомиться. Значит, нужна молитва, чтобы прорвать судьбу. Видите, я не говорю сейчас о раскрытии своего потенциала, а я не говорю сейчас о каких-то видах разума, я не хочу сейчас об этом говорить. Главная проблема современного человека — это нехватка сил. Поэтому прежде чем мы эту тему не разберем, как силы брать, откуда, мы не будем идти дальше. Отношения с природой. Если человек чувствует беспокойство, он чувствует, что нет умиротворения в сердце, нет отдыха, значит, не хватает отношений с землей. Отношения с землей означают, что надо думать о земле. Думать о земле. Я вот как бы... У меня есть одна песня. Это поют из моей команды и сочинили эту песню. Из моей команды, ребята, девчата. Вот. Я ее сейчас поставлю, эту песню чуть-чуть. Вы ее, может быть, уже видели. Называется «Моя земля». Найдите в интернет этот файл. Это очень сильно настраивает. Это мощная вещь вообще. Настраивает на отношения с землей. Очень мощно. Потому что земля — это личность. Сейчас чуть-чуть посмотрим, послушаем. А потом вы дома будете этим заниматься. Вот так надо настраиваться на «Мать-Землю». Ну, это примерно вот такой вот настрой. Вот. И отношения с землей означают также... Если человек просто занимается гимнастикой, двигается, надо настраиваться на землю именно с уважением. Тогда спокойствие, отдых и чувство умиротворения приходит человеку в сознание. Понимаете? То есть это чувство означает нехватка просто определенной энергии внутри. Когда человек чувствует, ему не хватает гармонии, бывает что-то замыкает, сердце колет, там давление прыгает постоянно, гармонии с телом не хватает, гармонии не хватает с людьми в отношениях. Или человек боится погоды. Сегодня там дождь, ему не нравится, завтра слишком солнечно, не нравится, послезавтра холодно, не нравится все время погода. Значит, что нет контакта с энергией воды. Энергия воды гармонизирует все и внутри, и снаружи. Человек становится гармоничным с природой. Он гармонично ко всему относится. Ему все нравится в этом мире. У природы нет плохой погоды. Каждая погода благодать. Каждое явление природы надо благодарно принимать. Это энергия воды. Она дает такое настроение. Сейчас в виде песни мы его изложили. Если человек чувствует, ему не хватает силы, не хватает выносливости, не хватает влияния на других людей, он чувствует, что слабо действует на других людей, не хватает влияния, то ему не хватает энергии воздуха. Означает, что нужно движение на свежем воздухе. То уже он не отвертится, чтобы начать бегать. Потому что энергия воздуха, она дает интенсивную силу внутреннюю. Человек становится выносливым, сильным. Допустим, если взять классический пример, такой боксер, такой крепкий, и ему как бы бьют, бьют ему лицо. А ему хоть бы что. Это энергия воздуха, много энергии воздуха. Человек такой крепкий, как бы девушки стройные, красивые, такие высокие, стройные, худые. Это энергии воздуха много. У женщин выражается стройность, у мужчины в силе. Энергия воздуха. Энергичные люди. Влиятельные, активные. Энергия воздуха. Движение на свежем воздухе. Молодец, скинуло головой. Правильно, это ваше. Вам это надо, вам не хватает этого. Правильно, молодцы. Ловите свое на лекции. Внимательно слушайте, ловите свое и делайте потом. И будет раскрываться ваш внутренний потенциал. Дальше. Солнце. Энергия солнца. Пессимизм. Женщинам всем нужно солнце. Потому что всегда противоположность. Если, допустим, женщинам нужно солнце, потому что больше воды и земли внутри. Но также, если женщина не может зачать ребенка, и вода, и земля уже нужна. Своя женская энергия нужна. Есть женщинам, которым не хватает солнца. Не хватает правильных отношений с мужчиной. А есть женщины, которым не хватает отношений с женщинами. Если женщина чувствует, то она сильно устает в отношениях с близкими людьми. Ей надо больше трендычать по телефону. В отношениях с женщинами. Нужно все, все, все нужно. То есть отношения с женщинами нужно. Наполняться женской энергией. Это также отношения с природой. Вода и земля. Женские энергии в природе. Но если женщина чувствует, или мужчина чувствует, не хватает оптимизма. Мужчине не хватает развития. Он чувствует развитие, не развивая что-то я. И не хватает возможностей в жизни. Это значит, что не хватает энергии солнца. Какой пример, допустим, людей, у которых внутренний потенциал, связанный с солнцем, очень раскрыт. Этих людей можно найти на фотографии политбюро ЦК КПСС. Все такие мордяшки, кругленькие такие. Возьмите, внутренний потенциал раскрыт. И все, крепенькие такие, визжательные. Вот, это энергия солнца. Эта энергия солнца, она так вот, о чем, о? Мордастики такие становятся, такие, о? Ну, это энергия солнца таким делает человек. Солнечная энергия нужна. Когда человек к солнцу правильно относится, его он наполняет вот такой силой. Силой влияния, оптимизма, способностью побеждать судьбу. Развитие в его жизни начинается. То есть, ему не хватает просто этой энергии. Потому что человек, это не самодостаточное существо. У нас организм устроен по принципу батарейки. Нам, мы постоянно должны чем-то питаться. Не только пищей. Мы питаемся воздухом, водой. Да, мы дышим. Нам нужна вода и питание. Думаем, что этого достаточно. Но есть еще психическое тело. И у каждого человека оно требует что-то свое. Если человеку не хватает солнца, это не значит, что надо ехать на юг. Солнце можно получать прямо в Москве. Не обязательно, чтобы оно светило. Главное на него настроиться, особенно на восходе. Можно выйти на балкончик или посмотреть в окно. Всего 10 минут в день. Просто я желаю всем счастья и мысленно направляем свой взор туда, где должно восходить солнце. Даже если его не видно. Вы получите эту силу внутрь, даже если вы этого не понимаете. Сразу это не понимается. Человек может так, допустим, месяц сделать каждый день и потом почувствовать, что он прям совсем зарядился оптимизмом. У него появилась возможность влиять на людей. И как бы возможность сильно, как бы сильную позицию в жизни занять. Меня на работе не продвигают. Меня еще что-то меня не уважают. Это энергия солнца. Никто меня не любит, никто не уважает. Это энергия солнца. Чувствительности. Человек зашуганный такой весь. Или Геннадь, что ты мне постоянно? На меня кто-то влияет со всех сторон. Это означает чувствительность очень высокая. Бывают мужчины чувствительные, бывают женские. Женщины в основном более чувствительные. В шесть раз чувствительнее, чем мужчины, женщины. Деревья. Энергия деревьев. Дает защиту. Дерево, оно стоит же, не двигается. И копит вот эту энергию психической стабильности. Видите, мы говорили, когда человек не двигается, он становится стабильным. У него психика пробивается. Но дерево постоянно стоит и не двигается. Там же тоже находится душа внутри дерева. Она просто там спит. Когда человек думает, ну что-то не высыпаюсь, ну надо выспаться. Тело дерева, пожалуйста. Спи 200-300 лет. Высыпай всех. Выспишься, потом дальше активная жизнь уже. Активная жизненная позиция. Если хочешь просто радости от жизни, радости не хватает. Тело животного. Каждый вид животного своя радость. Я вам серьезно говорю, это не шутки уже. А если хочешь развиваться, понять, что такое жизнь, тогда тело человека. Разумное существование. Человеческое тело не предназначено ни для отдыха, ни для наслаждения. Оно предназначено только для развития. И когда человек развивается, он тогда получает и отдых, и наслаждение. Если человек заставил себя, он стал счастливым. И человек заставил себя, он почувствовал себя отдохнувшим. Просто так, спонтанно, не получается. Попробуйте себя сравнить с кошкой. Вот у кошки она расслаблена просто так. Дерево просто так отдыхает. А человек не может. Ему даже, чтобы заснуть, нужно усилие. Видите, разные виды тела, но разные дают возможности человеку. Поэтому мы можем использовать это, потому что если человек хочет лечиться, если человек хочет стабильности, то энергия дерева. Потому что травы — это энергия очень тонкая. Она так гармонизирует всё в организме. А деревья — это сильная энергия. Они пробивают энергетику человека. Они её наполняют, дают силу. Особенно большие, толстые деревья. Надо подойти к дереву, встать спиной. Если чувствуешь, не нравится, отходи. Если чувствуешь, спокойно, хорошо стало, стой. Это твоё дерево, запомни его. Потому что у каждого вида дерева, допустим, у дуба, 12 конституций. И одна из 12 — это ваше. Полностью, может быть, вы не совпадёте, но если просто приятно. Вот запомни это дерево, и возле него встойвай раз в день, допустим, на 20 минут. Займись чем-то в это время, молитву читай. Это можно совмещать. 20 минут в день, стабильность, психическая защита через месяц уже придёт. Человек будет чувствовать, что его ничего не беспокоит. Он такой, как в танке становится, крепкий. Ничего не пробивает. В метро едет, всё нормально. Проблем нет. Особенно девушкам хорошо вот такой энергии получать. Ну что, чувствительность очень высокая. Психической защиты не хватает. Энергия деревьёв даёт психическую защиту. И не смотрите, что над вами все смеются. Смеётся тот, кто смеётся без последствий. Над ним, видите, никто не смеётся. Потому что он так стоит, попробуй посмеяться. Некоторые жалуются просто мне. Олег Геннадьевич говорит, что-то все смеются. Я поэтому говорю, конечно, над вами сложно посмеяться. Вы такой решительный человек. Вот я и всем предлагаю таким быть, как вы, чтобы не смеяли. Итак, отношения с природой дают человеку вот разные виды силы. Мы их все описали. Теперь дальше поехали. Не хватает стабильности в жизни. Всё наперекосяк. Всё плохо. Там разборки, здесь разборки. Ругань, постоянно скандалы. И человек, как ободренный пёс, живёт. Что это значит? Это значит, что ему нужно сделать в жизни одну вещь. Принять характер близкого человека. Да? Вот когда человек принимает характер близкого человека, все виды неурядиц успокаивают в своём жизни. Просто принять характер близкого человека. Не бунтовать, а принять. Сразу всё, штиль вокруг наступает. Всё классно становится. И вот раскрывайте тогда свой потенциал. Не надо его тратить энергию за зля, на всякие глупости. Следующий стаб развития Личности — это служение близким. Когда человек принял близкого человека, дальше надо начать ему служить. Когда человек начинает служить близким людям, идёт развитие Личности. Все качества характера во время служения раскрываются. Он становится раскрытой, развитой Личностью. Я когда прилетел из Красноярска, я заехал в Ведический монастырь, здесь под Москвой есть. И дал им лекцию, рассказал кое-что. Там у них банька есть, они меня попарили. И там вот такие люди очень такой, с сильной любовью служат, заботятся, любят служить. Потому что, когда человек занимается самосовершенствованием, его одно занятие — это служить всем. Я наполнился вот этой вот энергией их, там был какое-то время, наполнился этой энергией, желание сделать счастливым тебя. Вот они так настроены, эти люди. Мы должны все стремиться к такому, потому что это единственная возможность развиваться как Личность. Если человек в служении другим не находится, он не развивается как Личность. Он замороженный. Если человек постоянно «Олег Геннадьевич, что-то у меня все плохо в жизни, все так тяжело у меня». И вот вопрос долгий, минут пять вопрос, и все, у меня, я, мне. Какой вывод можно сделать? Эгоист. Не эгоист, а просто человек на себе зациклился. То есть нужно побольше думать о других, служить не то, что думать. Ты не сможешь просто думать, потому что судьба, она через боль приковывает к себе. Почему человек к себе прикован? Потому что так делает судьба. Тяжелый период жизни пошел, человеку боль настала, он раз и на себя зациклился. Все, он не может по-другому. Единственный выход, нужно начать в это время пересилить вот это чувство, что мне плохо, начать заботиться о других. Самый лучший способ выйти замуж, это начать консультировать девушек не замужем которых, чтобы они вышли замуж. И парней. И встретишь себе как раз жениха. Я вам конкретно все рассказываю. Конкретные как бы вещи. У меня есть одна знакомая, она открыла женский клуб, консультировала всех и вышла замуж в результате. А что? Нормально. Итак, развитие личности идет от служения. Когда человек становится верным кому-то, допустим, верит в старших, верит в близких, то он побеждает судьбу. Вера побеждает судьбу. Нужно верить, кому-то верить в жизнь. Конечно, лучше в святую личность верить. Собачку верить тоже хорошо. Тоже помогает. Например, ты веришь в собачку, моя хорошая, мы с тобой победим судьбу. Вот. Тогда хоть какая-то помощь в жизни есть. Собачку как бы ты веришь, собачку она всегда тебе рада, лишь бы кормила. Вот. Но если ты веришь в святого человека, тогда победы будет больше. Потому что в кого веришь, столько сил получается. Или, допустим, веришь в святое место, веришь в храм, в алтарь, допустим, огромная сила уже приходит. И стать. Теперь, постижение своей природы. Вот чем мне заниматься в жизни? Через труд на благо других. Нет другого способа. Вот как мне понять, чем в жизни заниматься? Ты должен начать не просто денежку заколачивать на работе, а начать какую-то пользу приносить. То есть с целью трудиться что-то сделать другим полезное. Когда ты делаешь что-то другим полезное, в это время твоя природа, действие твоего раскрывается. Даже если ты не то, что надо, делаешь все равно. Ты делаешь что-то полезное, пересиливаешь себя, заставляешь там кому-то тубаретку починить там, или еще, ну вот все, что угодно. В это время у человека открывается особый вид разума, который дает ему возможность понять, где, в какой деятельности вот такой, на благо других, он будет самым эффективным. У него появляется вот это чувство. И это и есть то, чем человек должен в жизни заниматься, чем работать. Поэтому очень важно человеку, который не нашел себя в труде, очень важно оторваться от себя, потому что все эти люди в основном сильно сосредоточены на том, сколько денег дают на работе, сколько там я зарабатываю. Если человек так сильно настроен на это, он никогда не сможет понять, где ему больше нравится работа. Невозможно. Нужно оторваться от этой идеи, хотя бы между работой, между делом, ну что-то кому-то делать приятное, трудиться для кого-то. Приятно что-то сделать, допустим, а очень трудно будет. Допустим, поехал с другом, скопал ему огород, помог, или там кому-то что-то починил. Вот заметьте, возьмите, настройтесь на человека, который имеет любимый труд, как он выглядит. Он никому никогда не отказывает в жизни. Если человек любит трудиться, вы можете видеть, что этот человек, он очень склонен помогать, заботиться, он всегда при дела. Хороший врач всегда как бы он любит лечить людей. О птицах поет птицелов, о рыбках поет рыболов, а я о пиявках пою. За денежку их продаю. Дуримар мы знаем из фильма про Буратино. Это так, это шутка была. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok